Всем привет, мои золотые! У меня сегодня для вас обзор на деревенский канал очень многодетной мамы. Ну что, нам сегодня есть что обсудить. Она вчера засняла целых три видео на своем канале Мать-Героиня на деревенском дневнике. И еще был стрим, который я посмотрела до половины. В общем, одно с другим перекликается, но реально есть чего обсудить. В общем, начнем с самого простого. У нее на деревенском дневнике вышло вчера видео про то, как справлялась она одна. И, в общем, она показывает, как с самого утра приехал мужик и поставил ей двери. Затем, в общем, она приехала с Тамбова, ей начали сгружать сено. Заезжает машина во двор, там вертится Сашок. Кстати говоря, она поменяла куртку. Он уже не в красной куртке, а в какой-то такой черной. То есть Сашка переодели, а она сама не переоделась. Она опять везде ползает в этом своем зеленом пальто, пуховике, в котором ездит и в пиры, и в мир, и в добрые люди. Гладит лошадь, обнимается с лошадью, та об нее трется. В общем, один и тот же пуховик. Я не знаю, что денег не хватает купить себе какой-то приличный пуховик. У нее же есть какой-то куртец розовый, в котором она выходит на базы. Мне просто тяжело это представить. У меня есть парадно-выходной пуховик, достаточно такой нормальный пуховик. Я не пойду в нем на базы. Естественно, я не буду в нем заниматься с животными. Он у меня висит даже, чтобы никакими запахами не пропах, чистый, вот в шкафу надушеный и все такое. Я не понимаю, как можно в той одежде, в которой ты ходишь по тем же самым, я не знаю, парикмахерским магазинам, зачем ты ходишь в этом пуховике обниматься с лошадью? Вот вообще непонятно. В общем, сгружают им сено. Она купила его на 14700, там, по-моему, 5 рулонов таких в сетке. Вот, и Саш, ее Сашок начинает умничать. Ему не понравилось сено. В общем, люцерна не похожа на люцерну. Друзья, я ничего не могу сказать. Я люцерну вообще в глаза не видела. Но то, что я видела на Авито, она какая-то, знаете, все-таки помельче. У них прям, знаете, такие будылки, я не знаю, как коровы это будут есть. Коровы вообще-то не жрут вот такое толстое сено. Им бы помягче. Вот эти будылки козы хорошо жрут. Но я, опять же, утверждать не буду, потому что я в таком сене вообще не специалист. Мне оно показалось подозрительным. Но быковой она тоже показалась подозрительным. Она начала, в общем, докапываться до этого товарища, который сено привез. Этот Сашок тоже, в общем, начали докапываться. Но она при этом говорит, вы, говорит, не бойтесь, что я у вас сено не возьму. Типа, я возьму его у вас в любом случае. Но вот раньше люцерна была другая. В общем, мне она тоже показалась какой-то странной. Кто знает, в общем, как должно выглядеть нормальный сено, напишите. Потому что я реально ничего по этому поводу сказать не могу. Ну и все. В принципе, больше там рассказывать нечего. Привезли сено, поставили дверь. В пуховике она сходила с лошадью, познакомилась с лошадью в очередной раз. Лошадь выпустили, она повалялась. Быкова рассказала про то, что приезжал ветврач и обрезал копыто у кос. Она сама этим любит заниматься. Все. В общем, все. Видос на этом закончился. Дальше. Канал Мать-Героиня. Ну, здесь уже поинтереснее. Она показывает, значит, их завтрак или обед. В общем, не знаю, чего. Сидит ее старшая дочка Саша. Ну, в смысле, из оставшихся детей. Старшая. У нее на коленях Вероника. Ну, все. В общем, понятно, что наняли няньку. Бедная Саша, теперь она будет нянчить. Не знаю, может быть, кто-то скажет, что богат, а я считаю, что бедная. Вот этот кельдим, шум, гам, опять вот эта проходная комната, где они все сидят. И она, значит, с надеждой сидит, завтракает, что-то там молоко и так далее. И начинают они с ней разглагольствовать по поводу того, с надеждой. По поводу того, должны ли помощники снимать у нее во дворе свой контент на ее, так сказать, на ее производственных мощностях. Я думаю, вы знаете, хоть она этого не показывает, мне почему-то кажется, что это ее цепляет. Я, в принципе, вначале так и подумала, когда только про это услышала. Думаю, так, ну, до Быковой все-таки дошли вот эти вот хейтерские заезды про то, что она кормит. Она, кстати, начала про это говорить, так что не надо говорить, что она ничего не слушает. Все время в одну и ту же, как бы, знаете, точку бить. Даже Быкова услышат с ее заложенными ушами. Ну, короче, про то, что она кормит хейтеров, про то, что ее работники навариваются на ее контенте, про то, что она не может снимать этот контент, так как он ушел уже, так сказать, к работникам. Тот же самый Леша не может снимать кулинарные видосы, потому что снимает кулинарные видосы Надежда. И она, естественно, ну, наверное, против, чтобы он снимал ее приготовление еды. А сам Леша ничего не готовит. Вот, Света тоже ничего не готовит. Этот Сергей ее Петрович снимает коров, уборку, эту управу. Быкова, естественно, это не снимает. То есть этот контент отошел другим людям. Корова ее, сарай ее, картинка ее, понимаете, картинка ее снимается в ее семье, а деньги гребет кто-то другой. Я не думаю, что ей это нравится, но просто она вынуждена с этим смириться, потому что иначе никак, потому что иначе у помощников пропадет интерес. Они уже вкусили вот этой ютубовской известности, вкусили вот этой монетизацией. Естественно, им не понравится, если она начнет закручивать гайки. Кстати, она потом уже на стриме сказала, что... А чем плохо Сергею Петровичу живется? Она, в общем, приоткрыла завесу тайны, кем же был Сергей Петрович, до того, как он приехал работать к Быковой. А работал он на каком-то крупном хозяйстве, где было 500 голов скота, где о нем никто не заботился. Ну, как обычно, живут, в общем, эти скотники на крупных хозяйствах. Вот так вот он там, в общем, и тусовал, так и жил. А у Быковой он свет увидел, потому что она его кормит. Он ест за ее счет, ездит на своей машине, лечит зубы, или там занимается своим здоровьем тоже за ее счет. У него появилась такая возможность. Ну, то есть, это все в ответ на то, что люди ей пишут. Они, вы знаете, они прям стеной встали за этого Сергея Петровича. Они ее прям распинают, вот так прижимают к стенке, распинают и орут ей, не трогай Сергея Петровича. Она не может этих людей никуда послать. Она вынуждена перед ними оправдываться. Она делает это уже не первый раз. После того, как засняла видео, как она, значит, бегала с Сергеем Петровичем секундомером. Это народ возмутило. И, кстати, в стриме ей говорили, вы могли бы эти вопросы порешать, типа того, не на камеру, а порешать между собой. На что Быкова ответила, нет, я сделала это специально, потому что я хочу передать свой опыт для того, чтобы, значит, помочь другим, как другим надо, в общем, решать эти проблемы, которые могут у них возникнуть, если они вдруг возьмут себе помощников. Меня все время удивляет. Но что, блин, они все не могут сказать открытым текстом, что же у них задолбанная такая подписота, которая не сможет переварить. То, что Быкова таким образом, засняв это видео, заработала, она хайпанула чисто из-за этого хайпа, из-за того, чтобы заработать денег, она засняла это видео. Не для того, чтобы поделиться своим опытом, как надо организовывать работу помощника. Она решила на этом заработать. Голый коммерческий расчет. Но ее подписоты, понимаете, они не могут переварить эту новость, они не могут переварить, что блогер из-за голого коммерческого расчета пилит какие-то видосы. У них настолько нежная духовная организация, понимаете, что они просто, ну, не могут. И Быкова вынуждена под них подстраиваться. Потому что если она не будет под них подстраиваться и не будет, как вам сказать, создавать вот эту видимость для них такой, ну, я не знаю, брошенной кошки, которой она была, допустим, еще год назад, они просто не будут ей помогать. Им нужен другой герой. И вот Быкова изо всех сил пытается держаться в этом образе. Но дело в том, что она давно его уже переросла. Она уже давно не вот эта брошенная кошка, все, вы ее вытащили из этой лужи, воспитали, причесали, вытащили с нее блог. Она сейчас помещица. И она несколько раз сказала, она уже употребляет такие слова, что она руководитель, что у нее есть домашний персонал, что у нее есть работники, понимаете, все, ее надо воспринимать по-другому. Но это ее вот это вот подписоты, хомяки, я не знаю, короче, с какой дыры они вылезли, они не могут ее воспринять в этом качестве. Поэтому Быкова вынуждена, так сказать, соблюдать для них вот эту вот зарисовку, делать зарисовку раз за разом, для того, чтобы они пребывали вот в этой, так сказать, понимаете, в своей сказке, которую они сами себе придумали, выстроили для себя образ вот этой главной героини, которая является Быкова. И она ни в коем случае не должна из этого образа выпрыгивать, потому что пострадает ее материальное положение. Ну так вот, и она разговаривает с этой надеждой-фанатичкой, и, в общем, они договорились до того, что вот зрители хотят вас рассорить. Ну да, когда вот это пишут 100%, что у одной закрадывается какое-то, знаете, они, может быть, я так думаю, они, может быть, этого не показывают. Но вот эта жаба все равно сидит маленькая такая пока внутри, и она будет расти. Если они читают вот эти все комментарии, ну, не знаю, не знаю, не у всех есть, знаете, такая закалка, чтобы эту жабу как бы в груди задавить, я думаю, что дело там вполне в себе возможно, закончится не сейчас, но когда-нибудь закончится грандиозным скандалом. И, в общем, поберуха начинается, у нее вот это закручивание гаек, я считаю, что гайки она закручивает, она не зря снимает видео про то, что, значит, как ведут себя помощники, что они должны прежде всего работать, а потом уже как бы заботиться о себе, снимать контент на ее территории, на ее коровках, на ее посудках, которые она сама себе организовала, ну, вот как-то так, ворует таким образом у нее деньги, потому что эти сюжеты она могла бы сама показать, понимаете? А за нее это показывают другие. Ну, в общем, дальше она рассказывает о своей руководящей роли, говорит, что пускай помощники пока снимают, она не против. Ну, в общем, вот, в принципе, в принципе, ничего такого больше она не говорила. Это я посмотрела, я смотрю, посмотрела до половины ее стрим. Сергея Петрович, еще раз говорю, зрители любят, они сожрать его быковой не дадут, но в то же время, если он от нее свалит, если он от нее уйдет, он сдуется как блогер от 100%. Ну, и вообще, вот, я просто заметила, что, как бы, в первое время она с ним больше сюсюкалась, возякалась. А сейчас, когда появился вот этот ее Саша, он как-то вот вообще на вторых ролях, ну, то есть на том месте, где и был, где и должен быть скотник, а именно сидит в сарае. Людям это не нравится, в общем, они у нас любят нищих, сирых и убогих. Вот, они их пытаются приподнять, такой была поберуха, нищая, сирая и убогая. В общем, они ее дорастили до размера помещицы. Сейчас они теперь растят, растят, растят Сергея Петровича. Вот он тоже нищий, сирый и убогий. Его обижают, теперь они будут ростить его. Так что посмотрим, какая карьера ждет Сергея Петровича. Ну, вот так, вторую часть стрима я не смотрела, но поберуха все больше и больше как бы раздувается, показывает, что она руководитель, ставит вот эту подписоту хомяков. Она их ставит мягко, она им разъясняет, она им объясняет, что вы, девочки, не правы, у вас на голове ведро, вы неправильно меня понимаете. На самом деле я Сергея Петровича люблю, я пытаюсь ему объяснить, она не может жестко сказать, отвалите от меня, он мой работник, и будет делать то, что я говорю, понимаете. Она вот это вот на мягких лапах пытается подойти, но за этим смотреть интересно. В принципе, есть что обсудить, мне видосики понравились. Всем пока!